Въезжая в лес, другом призывает любителей природы государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Инспекторы провели рейд, в ходе которого еще раз напомнили владельцев снегоходов, даже по лесным тропинкам и на просторах полей ездить нужно по правилам. В профилактической операции был задействован и наш корреспондент Владислав Жирнов. Добрый день, инспекция госназоров, документы можно ваши на снегоход и на что вы имеете право на управление? Механизированная прогулка в заснеженном лесу пойдет вам на пользу только тогда, когда вы законопослушный натуралист, охотник или рыболов. В данном случае все оказалось в порядке. Свидание природы и человека состоится. В основном проводим с детьми, с семьей активный образ жизни. Летом, зимой. Летом на квадроцикле, зимой на снегоходе. Ну и стараемся не нарушать правила. Помимо водителей снегоходов на протаренной лыжне инспекторы гостехнадзора часто встречают у любителей колеса, точнее четырех колес. Для этого квадроциклиста день не задался. Парень посчитал излишним брать с собой на природу всю необходимую документацию. Как результат составление протокола сотрудниками гостехинспекции. Документы у меня есть. Просто вот в этот раз как-то, наверное, из-за своей невнимательности просто с собой не взял. Подобной невнимательностью, как показывают результаты операции снегоход, страдает не менее 300 владельцев специализированных самоходных машин. И это при том, что с 17 января, дня начала профилактических рейдов, по настоящий момент инспекторы остановили в полях и на лесных тропах 500 единиц подобного транспорта. Их владельцы в основном это охотники и рыболовы. Данная операция в Самарской области проводится с 2004 года. Она ежегодная. И, соответственно, для улучшения эффективности работы проводятся не выезды только инспекции гостехнадзора, а совместные рейды с департаментом охоты и рыболовства и, соответственно, с охотопользователями. Отсутствие документов о регистрации снегохода или квадроцикла и прав на вождение этих самоходных машин – такого рода нарушения грозят автолюбителям эвакуации на штрафстоянку и штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Несмотря на то, что квадроцикл или снегоход ассоциируются у нас с удовольствиями и развлечениями, это серьезное транспортное средство. И забывать об этом не стоит. И тогда зимняя рыбалка или охота действительно оставит по себе только приятную память. Владислав Жирнов, Сергей Костин. Новости губерния.